Добрый день, дорогие телезрители! Я рада приветствовать всех на телеканале Акжаик в передаче Куншуах. Сегодня 3 февраля, пятница. Если вы сейчас смотрите нашу программу, то хорошее настроение будет сопровождать вас до самого вечера. Здесь вы можете получить мощный заряд положительной энергии, которой хватит на свершение всех запланированных дел, пополнить свой багаж знаний, а также познакомиться с интересными людьми нашего города. Сразу после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дущанова Субтитры создавал DimaTorzok Мы знаем, что для своих коллег Вы являетесь мудрым наставником Для своих учеников мамы Они всегда с теплотой отзываются о вас И в своих интервью вы тоже говорите Вот с таким душевным теплом О своей работе, об учениках, о своих коллегах И можно с уверенностью сказать, что вы счастливый человек А что для вас значит счастье? Какой ваш главный принцип в работе? Конечно, когда спрашиваете Главное счастье в чем состоит Это вопрос очень сложный Но сегодня я хочу благодарить вас Что пригласили меня Уважением относятся ко мне Я всего работала Педагогической деятельностью 48 лет Из них 44 года была руководителем Именно руководителем различных школ Из них 30 лет я работала Вот в 15-й школе Которую я люблю Я люблю всех, кто работает там Люблю всех детей, которые воспитываются Вообще быть руководителем Больше директором Очень трудоемкой ответственности работы Во-первых, надо любить свою работу Во-вторых, любить надо детей Которые тебя встречают каждый день И любить надо сотрудников всех Там и учителей Всех-всех сотрудников любить надо Только в таких случаях Можно будет работать И теперь в моей деятельности Трудностей Именно очень много было И счастья много было Именно в самое счастливое время Где я работала в трудовой деятельности Я отношусь именно в 15-й школе 30 лет работать с такими детьми Это великое счастье По-моему, в республике таких очень мало Сейчас через 7-8 лет Уже меня есть директоров Я работала 30 лет И теперь, когда я первая пришла в школу Впечатление мне было Когда меня отправили Просылась на работу Меня отправили в 15-ю школу В то время 15-я школа Была детский дом Для умственно отсталых детей И вот пришла в школу Тоже желательно требовалось улучшения Теперь в каждой комнате было по 25 человек И чтобы мыться в зимний период Они воду таскали с колонки И вот я после того, как устроилась У меня постоянно была Меня же до конца учебного года отправили Думаю, остаться здесь или уйти Но посмотрев на судьбу этих детей Они очень Среди них очень много талантливых Это я видела Думаю, кто-то должен же им создать хорошие условия Почему не я? И вот я твердо решила И я ездила в Алма-Ату Балахметову, министра образования Попросила, чтобы он мне построил школу Для детей Все условия Плакать Конечно, не просто пойдешь Начинаешь реветь Все рассказывать Условия И вот он позвонил Ихсанову Мастархим Ильяшеву Подъявленскому И построили новую школу В шестом микрорайоне И это была Какая радость Сейчас это радость Просто передать невозможно И в школе дети изменились Совсем другие стали И педагоги совсем другие стали И я Когда только школу Я здесь хотела еще сказать Что когда школу В 91-м году дали Сразу мне в исполкоме сказали Открывается казахская школа Отдайте это здание Для казахской школы Следующий раз Мы вам построим Я поговорила с коллективом С секретарем парт-организации школы И они говорят Нет, не отдавайте Когда будет еще Неизвестно Второй день я Облсполком Председателя уходила Опять начала плакать Как встретил он Я не могу сказать Но Он мне сказал только Если вы мне обещаете Эта школа будет лучшей В республике Я вас оставляю В этой школе Я сдержала свое слово Думаю Все педагоги здесь сидящие Свидетели За 30 лет Наша школа была Самая лучшая В республике И все поэтому Вот эта награда Которую я получила Не просто дали же Это за мой труд Но чтобы трудиться Надо было Сплотить коллектив Сплоченный коллектив Вы сформировали Настоящий Вот такой Сильно Педагогический коллектив Который добивался И добивается Отличных результатов И дети занимают Призовые места Даже на различных Конкурсах И сегодня Они так же Пришли к нам В студию Чтобы Сказать о вас Только Я думаю Теплые слова Как вы начинали Свою трудовую деятельность С Магрипой Сингуловной Какой она вам Запомнилась Ну и конечно Ваши поздравления Пожелания В честь Ее прекрасного Юбилея Асима Кобикешин Давайте с вас начнем Я пришла В сентябре 98 года К Магрипе Сингуловне Ковари Поговорю Поиски работы Она на меня Посмотрела Посмотрела Мои документы Оценывающим взглядом И сказала Приходите в понедельник С документами И сама Улетела В Алмату На фестиваль Окрыленная женщина Помните Магрипой Сингуловна Вот И я думала Что может быть Я годик поработаю А потом уйду Все-таки Я пришла из Общеобразовательной школы Но я Осталась И на сегодняшний день У меня 25 лет Педагогического стажа В этой школе Я пришла Сильный коллектив Уже сформировавший Которая Имела уже Богатый опыт Работы Вот С детьми С особыми Образовательными Потребностями Имела свои традиции И На тот момент Вот Благодаря Неустанному Творческому Подходу К работе Магрипой Сингуловны Наша школа Вот Она только сейчас Об этом говорила Стала Была То есть Уже Одно из лучших Коррекционных Учреждений По всей республике И могу твердо Сказать Что она шла В ногу Вот Современной Дефектологической Наукой Ну Проработав Немного Времени Я поняла Что Я Люблю Этих детей Что я могу Работать с ними На тот момент На тот момент Дети были Очень тяжелые Были Много было Детей Сирот У них были И Чтобы их Понять Им Помочь Помочь В тех трудностях Которые они В то время Испытывали И в то же время Знать Основы Дефектологии Знать Специальные Методики Коррекционные Работы И В всем этом Меня в становлении Как педагога Дефектолога Как личности Вот Мне помогал Наш большой коллектив И Естественно Мария Паисинговна Мы все ее Называли маму Вот Как об этом говорили И дети Называли И мы Педагоги За Так называли мамой До такого Степени У нее Был Авторитет И Любовь Детей Что Когда она Только Входила В школу Все Рассыпались По классам И стар И Как говорится И Млад И Чтобы Ее Чем-то Не расстроит Вот Вот так Мы ее Так Любили За ее Труд За ее Материнскую Любовь К детям К нам Вот И На Мне Вот Я пришла В эту школу Из общеобразовательной школы И Мне Вот В то же время В школе Шла такая Большая Плодотворная Работа Вот Коррекционно Развивающему Обучение И воспитание Да И Оснащалась Школа Привозила Материалы Обновлялась Мебель Все это Спортивные Достижения Работа Там Работы Детей Выставлялась На Выставках Разных Городских Областных И в то же время Вот В моей судьбе В моей жизни Педагогической Раз Мэри Павел Сингумовна Вызывает Нас Вместе С моей Коллегой Бекмухамбедовой И говорит Вот Я вас Отправляю В Алмату Езжайте На конкурс Там Отбираются Учителя Практики Которые Должны Написать Уже Составлять Книги Учебники На государственном Языке Потому что Уже Повсеместно Открывались Классы С казахским Я считаю В то время Закипела Научно-педагогическая Работа И помимо С теми Достижениями Которые у нас Были У нас Еще пошла Научная Работа И я Очень рада Что в течение Это Преподавала бы За любовь И молодой И молодой Скажем Потому что Объявили набор Московский Государственный Открытый Педагогический Университет Имени Шолохова По специальности Логопедия И Дефектология Олигофрена Педагогика Для меня Был Новый Специальность Я даже Не представляла Что это Такое Я пришла Потому что Более-менее Знакомой Для меня Было Слово Логопедия И Я пришла В эту школу У меня Приняли Здесь Экзамен Потом Я стала Учиться Какие-то Термины Для меня Это непонятно Был Я прибежала К Магрибе Сингул Магрибе Сингул Возьмите Меня Пожалуйста На работу Я ваш Студент Я Ваш Специалист Кто Кроме Меня Возьмет Меня Вообще В этом Городе Ну Магрибе Сингул Не сказала Что возьму Анат Иди Напиши Заявление И так Осталось Я целый год Училась И уже В следующий раз Подходить к Магрибе Сингул Почему-то Я побоялась Настойчиво Подходить Но Через год Она Позвонила Мне лично И пригласила На работу Пригласила На работу И вот Здесь Началась Моя Конечно Профессиональная Дельфин Как Учителя Олега Фрейна Педагога И я Сейчас Уже Пройдя Столько Лет Я С большой Теплотой С большой Благодарностью Вспоминаю Как Она Опекала Нас Студентов Она Всегда Говорила В первую очередь Часами Должны Обеспечены Быть Студенты Потому что Финансово Никак Учеба Не должна Отражаться На семье И Это Нас Очень Сильно Поддерживало Потому что Учиться И работать Было Все-таки Сложно Тут И финансовые Вопросы Конечно Были И Всячески Она Нас Поддерживала Всячески Она Нам Помогала И мне Она Дала Единственный Первый Класс Открывался Для детей Второго Отделения Это Были Очень Сложные Дети И Она Меня Пригласила И Сказала Что Таких Детей Мы Еще Не Обучали Вот Сама Возьмешь Сама Будешь С ними Работать Что Непонятно Ты Учишься Спрашивай У своих Учителей Профессоров И Сама Будешь Вести Этот Класс Я Очень Благодарна Вам Спасибо Вам Огромное Вы Мне Дали Большой Путевку В Жизнь Как Олигофрена Педагога Как Логопеда И Сейчас Я С этими Знаниями Которые Вы Помогли Мне Получить Благодаря Этой Этому Учебному Заведению Я Сейчас Могу Помогать Стольким Родителям Стольким Детям И Это Благодаря Вам Благодаря Тому Что Вы Тогда Еще В те Годы Увидели Что Это Обучение Нужно И Сколько Студентов Выучилось Логопедов Дефектологов Которые Работают У нас В школе С московским Образованием Мы Учились У самых Истоков Профессоров Которые Которые Стояли В России Поэтому Я Вам Очень Благодарна Магри Пайсенгу За То Что Вы Были Так Дальновидны Прозорливы Что Вы Увидели Что Это Нужно Не Только Нашей Школе Нашим Нашей Области Нужно Сколько Сейчас Благодаря Этому Специалистов Умеют Обучать Профессионально Логопедов И Дефектологов Мы Сейчас Спокойно Можем Давать Консультации Очень Хорошие Консультации Нашим Коллегам Молодому Подрастающему Поколению Поэтому Я Очень Вам Благодарна Магри Пайсенгу Здоровья Долголетия Счастья Пусть У вас Будет Все Хорошо У Вас У Ваших Детей У всех Ваших Родных И Близких Спасибо Галя Галидовна Я думаю Что у нас Одной передачи Точно не хватит Для того Чтобы Высказаться Выразить Все свои Слова Благодарности В ваш адрес Магри Пайсенгу Действительно Вы вложили Много Любви Труда Даже Здоровья Для создания Прекрасных Условий Именно Для жизни И учебы В стенах Школы Для детей Сирот А также Грамотная Организация Учебно-воспитательного Называется Областным Специальным Комплексом Школы Интернат Колледжа Для детей С нарушением Интеллекта Дорогие телезрители Мы продолжаем Нашу передачу И Хочу напомнить Средства связи 28 58 69 Номер прямого эфира И номер Мессенджера Ватсапа 8700 028 58 69 Будьте активными Дорогие друзья Вы можете Сегодня поздравить Магри Иссенгуловну С ее прекрасным Юбилеем Я думаю Нашей главной героине Будет очень приятно Услышать ваши теплые И искренние слова В свой адрес Ну а пока Послушаем музыкальную Композицию Далее продолжим Нашу передачу Не переключайтесь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И как раз в это время наше начало работать, функционировать научно-практический центр специального и инклюзивного образования САТР. Гриба Сингум всегда тесно сотрудничала с этим центром. И на базе нашей школы всегда проводились семинары, консультации для педагогов. И как я сейчас сказала, вот как раз именно это время новых информационных технологий. И Гриба Сингум добивается, что в нашей школе устанавливает тоже логопедический тренажер. Это тоже наша школа одна из первых приобрела этот тренажер. И компьютерные программы разные, Дельфа-130. И как раз по этим, используя эти информационные технологии и эти компьютерные программы, наши специалисты, логопеды и дефектологи показывали всегда прекрасные занятия на различных областных семинарах. И консультации для педагогов нашей области, для педагогов специальных коллекционных учреждений нашей области. Конечно, много можно говорить в адресе Магрибы Сингумовны. Конечно, как хороший, талантливый педагог, она для нас была всегда примером. Мы всегда гордились, что мы работаем под руководством Магрибы Сингумовны. И наши школы, наши педагоги всегда добивались хороших результатов. И показывали хорошие занятия, хорошие уроки. Спасибо. Ну и вы остались у нас. Пожалуйста, что вы можете сказать? Дорогая наша, любимая, родная, Магрибы Сингумовна, разрешите поздравить вас в преддверии юбилея. Самое главное, вам пожелать крепкого здоровья, чтобы вы всегда оставались вот такой активной, жизнерадостной, целеустремленной женщиной, мамой, бабушкой. Что хочется сказать мне? Я пришла в юном возрасте, можно сказать, я была самой молодой. Пришла я, в отличие от своих коллег, целенаправленно. Тогда, в те 90-е годы, модно, это сейчас модно говорить слово волонтер, тогда я этого не знала. Я являлась волонтером Дома малютки. И очень длительное время, когда я туда ходила, это почти 6 лет, и когда мои детки, я узнала, что обучаются в 15-й школе, я уже цель поставила себе любыми путями туда устроиться. И когда я пришла, знаете, сейчас вспоминаю то время, Магриба Сингумовна не спрашивала, есть ли у меня опыт. Она первый вопрос мне задала такой. Ты любишь детей? Да. Главное в работе, самое главное, это любить детей. Ну, естественно, посмотрела на внешний вид. Сейчас здесь действительно столько было много сказано, заслуги, это просто не перечислено. Но, что хочется сказать мне, сейчас нынешним руководителям, да, вообще всех наших, и коррекционных, и общеобразовательных школ, это было не просто руководитель, да, она относилась ко всем действительно как мама. Это первое, это как мама, ко всем, нам даже, коллегам. Да, действительно, эмоции переполняют, что наши детки, в основном у нас были детки детдомовские, да, Магриба Сингумовна очень много усилий приложила, даже то, что целый год, получается, дети учились в стенах школы, да, и жили там, проживали. Вот, и она вот выбила нам, получается, летний лагерь на берегу реки Деркул. В это время за лето, как говорится, они там укрепляли иммунитет, на солнышке, все условия были созданы. Действительно, сейчас вот вспоминаешь, и одной передаче не хватит сказать то, что действительно добилась и сделала наша Магриба Сингумовна. Продолжайте. Вот. Детки наши, даже которые уже заканчивали школу, являлись нашими выпускниками, Магриба Сингумовна всегда старалась их дали трудоустроить. И до сих пор, уже столько лет, наши воспитанники, наши бывшие выпускники обращаются к ней за помощью, и она им никогда не отказывает. Очень отрадно, человек с большим сердцем, очень огромным сердцем и большой душой. Мы не зря назвали сегодня нашу передачу «Большое сердце». Этим все сказано. Магриба Сингумовна, а правда, что бывшие выпускники до сих пор звонят вам, спрашивают какие-то советы, то есть и по привычке, естественно, называют мамой, и говорят, что вы помните каждого выпускника, это так? Только позавчера стучится дверь, открываю, наш общий ученик Нургожин был, отстает. Я говорю, что ты пришел? Поздороваться, мама, с тобой. Потом я хотела похвастаться, сказать, что я женился, у меня ребенок уже две недели, я просто хотела вам шуничать с Раэн Дептель, да? И это очень приятно. И многие звонят, конечно, мне постоянно переживают вопрос, квартирный вопрос. Они не могут получить, их отодвигают дальше, дальше. Просто у меня ноги не ходят, я хотела пойти по инстанциям и добиваться, чтобы они дали квартиру, помогли именно в трудной ситуации. Но я вот сейчас, услышав выступление, они так тихо говорят, я плохо слышу, я убедилась, что я не зря прожила этот период, работала. Но я хотела несколько слов сказать, как я принимала, каких люди были, просто несколько слов. Во-первых, быть руководителем – это самая ответственная, самая трудная работа. Самое главное, любой человек, руководитель, должен любить свою работу, во-первых. Любить надо, особенно вот в школе, любить надо детей, как своих собственных. И очень уважительно отнестись должны сотрудникам школы. И в первую очередь у меня была задача сплотить коллегки. Я помню, мы на УРУС проводили Новый год, все проводили вместе, столовую закрывали, всех приглашали, все были. В первое время, конечно, учителя немножко возмущались, что там технички, там дворники, там все. Я им говорила всегда, они не от того, дворники, что они глупые. Они не могли вовремя учиться, поэтому в первую очередь у меня сплочение коллектива, действительно так оно получилось. У меня коллектив был один за всех, все за одного, единый. Потом я требовала, сейчас я просто вспоминаю, учителям всем говорила, красиво одеваться, причесанной, очень красиво. И зайти в школу улыбающимся. Если вы скажете детям, хорошо одеваетесь, хорошо ходите, если вы сами пример не даете, как они могут этому воспользоваться? Второй вопрос, который требовал от учителей. Вы ради зарплаты, ради деньги не ходите в школу. Вы должны любить этих детей. Чужих детей не бывает, воспитать их так, чтобы они в жизни нашли свое место. Это самое главное. Быть учителем, это я всегда считаю и говорю, человеку должен даваться природа. Природа должен дать этому человеку, чтобы они любили детей. Кто не любит детей, вот сейчас говорят, всегда спрашивал у всех, любишь детей или нет. Если детей не любят, уже это не педагог, какой бы ни было. И третье, и самый главный вопрос, я всегда просила. Раньше эта школа дурдом же называлась, где первоначально умственно отсталый дурдом. Поэтому я детям говорила, вы умственно отсталый у ОД. Я постоянно, я коллектив тоже сопровождала и мне. Вы самые умственно одаренные дети. Вы самые талантливые, самые лучшие в области. Даже первые маи, тогда праздники, парад бывали же, я своих детей вперед ставила. Многие возмущались, почему ты ставишь своих дураков. Я всегда говорила, мои дети самые умные, самые талантливые. В общеобразовательных школ 40 таких талантливых детей. Это единственные в области. Поэтому дети восхищались. И самое главное, я учителям всем говорила, о школе ни слова плохой нельзя говорить. Ничего не говорите. Это ваш второй дом. Если вы дома ругаетесь, вы же не будете выходить на улицу, говорить всем, что семья у нас такая. Поэтому берегите именно честь детей, честь коллектива, чтобы ни слова не говорили. Действительно, она так и была. Ни разу не слышала. Если в коридоре стоят два человека, третий почти не подходили. Потому что они могут что-то сказать о школе, о преподавателях плохом. Дети услышат и доносят друг другу. Чтобы этого не было, я требовала. Я вообще вот это... Сейчас мне 85 лет. Даже говорит мне трудно, что я совсем старый. Но я стараюсь немножко быть оптимистом. Я в тот раз «Дорога жизни» говорила, что у меня внук единственный мальчик пошел в первый класс, я сопровождала. Я жду, чтобы хочу жить, чтобы он окончил весь класс, чтобы я была там. И увидеть своих правнуков. Правнуки сейчас находятся один в Америке, другой в Астане. Вот когда они приходят, я очень радуюсь. Теперь даю отчет о себе сейчас. Я не зря прожила, думаю, в своей жизни. Если я помогала людям, вот как они говорят, что какая-то польза была, когда я была руководителем, для воспитания детей, то я думала, я выполнила свой долг перед обществом, перед всеми. И иногда спрашивают, как вы могли работать день и ночь, с утра до вечера. Мне всегда помогало в этой работе, мой муж помогал. И мои дети хорошо учились. И самое главное, у меня была свекровь, которая 50 лет жила с ней. Она домашний труд брала на себе. Я только работала. И дружный коллектив. Я же говорила, если дружный коллектив, всегда можно идти вперед и работать. Потому что они меня всегда поддерживали. Теперь несколько слов. Я просто хотела сказать еще. У меня прекрасные заучи были. Дорухова Петровна, Шутарева, Родионова. Вот они помогали мне во всем. Работали. Вот видите, науку. Я даже забыла, что Аслима занималась наукой. Книгу выпустила. И радуюсь этому тоже. Успеха этих людей. Поэтому следующему поколению, молодым поколению, руководителям молодым, всегда я хочу сказать, прежде всего, любить надо свою работу. Любить своих сотрудников. Относиться к ним так, как это твое дитё, которое на тебе опирается. Дать им на хорошее образование. Своим примером, как работать. Своим даже внешним видом, как одеваться. Всем педагогам должен быть примером. Спасибо. Спасибо, Магрия Павел Сингуловна. Время пролетело на одном дыхании. У нас остается буквально три минуты до окончания эфира. Поэтому в заключение, Слима Кобякишна, давайте от имени всех коллег ещё раз ваши пожелания, поздравления. И на этом мы закончим сегодня. Я всегда с гордостью говорю, что я работаю в этой школе. С гордостью говорю. Я никогда не скрывала. Я, как говорится, проработаю до сих пор в этой школе. И это всё, что я получила, как учитель-дефектолог, как учитель, как научный работник, можно сказать, я благодаря нашему директору, нашей маме, Магрия Павел Сингуловне. Магрия Павел Сингуловна, спасибо вам за материнскую любовь. Вот именно к нам, к педагогам, к нашим детям. И ещё небольшое вот отступление. До сих пор один ученик позвонил, и мне говорит, Аслима Кобякишна, Магрия Павел Сингуловна, я перешёл в новую квартиру, она мне дала курпешки. Полностью уже дала. Да, курпешки, всё это. И сейчас, когда ко мне приходят мои друзья, наши одноклассники, у меня есть чем им постелить, дать им подушку, дать им курпешку. До сих пор материнская забота и вот эта вот любовь к детям, у неё до сих пор это есть. И по сей день мы общаемся, звоним друг другу, вот, и у неё такая очень красивая дата её. Мы от всей души поздравляем вас, здоровья вам, счастья, успехов, можно сказать. Успехов. В здоровье. В здоровье, да. Чтобы вы ходили, всегда вы для нас были примером женственности, вот, как вы одевались, мы хотели походить на вас. А сейчас остаётся примером. Да, походили на вас. 85 лет не каждому дано так выглядеть. Да, походить на вас, у вас такая была красивая прическа, когда заходишь к вам, сразу видишь вашу прическу, всегда ухоженная. Ухоженная, всегда ухоженная. Мы благодарим вас, что вы были в нашей судьбе, в нашей жизни. Спасибо. А я также присоединяюсь к вашим поздравлениям, пожеланиям, Агрия Паисенко Гуловна. Спасибо, что сегодня уделили время, пришли к нам в студию. Мы от всей души желаем вам, как уже сказали, неиссякаемой энергии, побольше сил, побольше вдохновения, самое главное, крепкого здоровья и долгих лет жизни, чтобы вы всегда оставались в строю и вас окружали такие же добрые и светлые люди с большим сердцем, как вы сами. Спасибо. Дорогие телезрители, а на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам только оптимизма и позитива на все выходные. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин